Всем привет! Вы на канале Кролик Баффи и сегодня я снова посещу школу магии. Если вам понравится ролик, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Приятного просмотра! И вот я снова очутилась в этом прекрасном месте, а именно в школе магии. В прошлой серии я успела научиться магии огня и обошла все домики, которые вызывали у меня интерес. Я даже нашла дом самого учителя темной магии. Жутковатое было местечко. Думаю, что сегодня надо пройти новые испытания и научиться владеть новыми магическими приемами. Так, надо скорее отправляться к порталу и выбирать новый урок. Запрыгну-ка я сюда. Интересно, что же меня там будет ждать? А вот и мой учитель. Надо побыстрее с ним познакомиться и начать урок. Ух ты, а что же это за часы? Ой, ой, я куда-то не туда нажала и они превратились в зеркало. Надеюсь, так и должно быть. Итак, учитель зовут Дэш. Он мне рассказал, что научит меня заклинанию, благодаря которому я смогу с легкостью подлетать вверх. А мое задание заключается в том, что я начинаю с самого нижнего этажа и мне с помощью волшебных крыльев нужно как можно быстрее забраться наверх. Но самое интересное в том, что пол подо мной начинает понемногу рушиться, так что нужно делать все максимально быстро. Я думаю, это будет очень интересно, поэтому можно начинать. А вот и то самое мое место. Итак, три, два, один, поехали! Так, по-моему, высота не слишком большая, поэтому я должна быстренько это пройти. Ух ты, на многих ступеньках лежат изумруды. Их, я думаю, нужно собирать, чтобы потом купить что-нибудь в магазине. А тем временем я уже смогла добраться до середины испытания. Как тут можно еще заметить, здесь нужны навыки паркура. Хорошо, что для меня это не так сложно. Вау, мне теперь надо прыгать вокруг здания по маленьким ступенькам. Надо быть предельно аккуратной и не упасть вниз. Ой-ой, я вижу, как все подо мной разрушается. Надо срочно поторопиться. Ай, я не успела, и весь пол упал вниз. Оставалось совсем немного, и я бы выиграла. Ну, ничего страшного, в следующий раз у меня точно повезет. Ладно, побегу дальше, может быть, что-нибудь смогу купить в магазине. Так-так, у меня целых 17 изумрудов. Что же можно взять? Возьму-ка я себе сундук с неизвестным предметом. Уж больно заманчиво он выглядит. Интересно, что же мне там выпадет? Побегу в ту самую пустую комнату, где я начала свое обустройство. Ребята, а перед тем, как я открою этот волшебный сундук, напишите в комментариях, как вам первое испытание. И хотели бы вы в нем поучаствовать. Мне будет очень интересно узнать ваше мнение. Итак, вот этот самый сундук. Мне очень интересно, что же там будет. Так, раз, два, три, и... Мне выпал дракончик! Вау, какой же он маленький! Он даже еще не успел вылупиться из яйца. Но по нему видно, что он очень хочет выбраться наружу. Ладненько, я побегу дальше проходить различные испытания, чтобы заработать еще больше изумрудов и открыть новые сундучки. Ага, зайду вот в этот портал. Вау, как же тут красиво! Весь класс заставлен какими-то цветами и деревьями. Интересно, какому новому навыку меня здесь научат? Ух ты, даже мой учитель подобрал свой костюм под цвет класса. Это выглядит очень красиво! Это учитель Блум. Она мне рассказала, что научит меня пользоваться светлой магией. То есть, любое темное место я смогу осветить. Задание будет заключаться в том, что я должна выбраться из темного лабиринта. Здесь будет проверяться моя координация в пространстве. Самое интересное, что пути будут меняться. То есть, назад я уже не смогу вернуться. А еще лабиринт зарос магическими лозами, которые я должна убрать с помощью цветения света. Ведь если я этого не сделаю, то просто не смогу пройти дальше. Так, с правилами я ознакомилась. Думаю, можно начинать испытание. Ну вот и началась игра. Ух ты, как же все-таки тут темно! Надо скорее использовать свою магию света. Ага, я поняла, как работает эта волшебная палочка. Если ей кликать по каким-нибудь местам, она отправляет световой заряд, и там сразу же становится светло. Это то же самое, как было с огненными заклинаниями. Только там все горело огнем. А тут появляется световой шар. Какой же большой и длинный лабиринт. Здесь и вправду нужна хорошая координация. Ну, вроде бы у меня все получается. Ой-ой, что же это за существо? Про него мне учительница не говорила. На, на, получай! Почему же он все еще не погибает? Ай-ай, у него слишком сильные удары. Надо атаковать его издалека. Вообще ничего не работает. Он как будто бессмертный. Попробуй-ка использовать магию огня. Может быть она мне поможет. И это тоже не помогло. У меня очень мало времени. Если я сейчас буду с ним стоять и сражаться, я просто не успею пройти испытания. Надо быстренько пробежать мимо него. Ой, ай, неприятные были последние удары. Но я все-таки смогла убежать от него. И теперь можно идти дальше. Ребята, как вам данная рубрика? Обязательно напишите об этом. Мне будет очень интересно почитать ваши версии в комментариях. Также ставьте лайки, если вы тоже хотели бы посещать школу магии. Ну и конечно же не забывайте подписываться на канал. Так, я вижу какие-то ворота. Может быть они меня куда-нибудь выведут? А вот и какой-то заброшенный домик. Сколько же тут тупиков, которые ведут меня не туда. Хорошо, что мне больше не попадается этот монстр. Он скорее всего меня потерял. Упс, снова зомби. Надо еще быстрее убегать от него. Думаю, что в этой темноте он меня потеряет. Фух, я по-моему оторвалась. Где же все-таки этот выход? Почему мне не дали карту? Как бы я быстрее нашла его? Ух ты, я вижу еще один кристалл. Его обязательно нужно собрать. И снова мне на пути встретился маленький зомби. Сколько же еще их тут будет? В этот раз я ему точно дам бой. Надо забраться повыше, чтобы он не мог наносить мне урон. Ну а я в свою очередь буду использовать огонь. Может быть в этот раз получится его одолеть. На, на, как я четко попадаю в него. К нему уже видно, что я его почти победила. И-и-и-и, ура! Я смогла его уничтожить. Но у меня слишком мало времени. Надо скорее искать выход. Время почти закончилось, и я не успеваю найти выход. На самом деле это очень трудное испытание. Но в следующий раз я его точно пройду. Ведь я просто так не сдамся и доведу дело до конца. Вот и все. У меня целых 18 кристаллов. Так что забегу я в магазин. Может быть прикуплю что-нибудь интересное. На самом деле я могу купить много различных предметов. Так, у меня еще нет плаща. Поэтому в срочном порядке исправляю это дело. Вау, какой же он все-таки красивый. Ребята, смотрите как он мне подходит. По-моему такой же плащ у учителя темной магии. Еще чуть-чуть и я буду выглядеть как настоящий маг. Ведь их главная атрибутика это плащ, шляпа и волшебная палочка. Итак, видео подходит к концу и мне кажется в следующей серии я должна пройти оставшиеся уроки магии. Ведь их в этой школе не так уж много и мне кажется они будут не менее интересные. И на такой прекрасной ноте я завершаю данный выпуск. Ну а если вам понравилось видео, не забывайте ставить лайки, ведь они мотивируют меня снимать видеоролики специально для вас. Также подписывайтесь на канал. Ну а у меня на сегодня все. Всем пока и до скорых встреч. А вы уже смотрели это видео? Мне кажется нет. Скорее нажимай. А, уже смотрели? Тогда жми сюда и выбирай другое. Субтитры сделал DimaTorzok